Розочка крылья ангелов Мы несколько сделали видеороликов поэтапно, как у нас всходили эти семена, как они развивались И вот наступил момент цветения Я хочу сказать, что это произошло гораздо раньше, чем написано в упаковке Вообще роза крылья ангелов это так называемый экспресс многолетник То есть он очень быстро зацветает от момента посева И в инструкции сказано, что это происходит на 10-11 неделю Вот мы посчитали от нашего самого первого видеоролика, где мы сели эти семена Прошло у нас ровно 7 недель Розочка наша зацвела Посмотрите, у нее такой крохотный цветочек Вот крохотный цветочек у нее такой И естественно у меня здесь сотрудники нашей редакции говорят Ой, какая же это розочка, ромашечка скорее всего какая-то непонятная Но я хочу сказать, что это самый-самый первый цветок И растение само по себе еще не окрепло И делать выводы о том, какое растение будет в дальнейшем Вот посмотрите, в общем-то совершенно очаровательное растение Особенно когда это в массе все выглядит Если еще бордюр вот из таких розочек сделать Это действительно очень красиво Вот, розочка не белая получилась, розовенькая И конечно она будет в дальнейшем только крупнее Будет развиваться, будет крепнуть и так далее Так что, конечно, вы не делайте вывода о том, что вы вырастили какую-то ерунду Вот, но что я хочу сказать Зачем сейчас вот мы делаем этот видеоролик Ну, показали, мы похвастались своим цветочком Почему у нас произошло цветение так рано Вот я очень хочу всех обратить внимание На то, что мы досвечивали эту розочку С самого первого момента ее появления То есть 23 января мы посеяли семена Естественно, если бы мы оставили это на подоконнике У нас света зимой очень мало Эта розочка у нас бы вытянулась А так вот, посмотрите, пожалуйста Вот эта сеянца той же самой розочки Она вылезла вот эти вот семена намного позднее Чем те на месяц, наверное, или больше Вот видите, они с самого начала такие прям крепенькие стоят Потому что именно мы досвечиваем эти растения Это очень сильно влияет на развитие растений в целом Они начинают раньше плодносить Они начинают раньше цвести, если это цветочные какие-то растения То есть вот имейте в виду Если вы сажаете те же самые помидоры, перцы И они у вас получают достаточно света С самого своего, так называемого, ювенильного периода развития То есть самого-самого раннего То они у нас и будут лучше, затем и быстрее и цвести, и плодоносить Вот что нам эта розочка и продемонстрировала Это первый момент Второй момент Мы применяли вот такой вот стимулятор Вот, я им, честно скажу, пользовалась первый раз И сразу я говорить о том, что мы его применяли, я не стала И решила посмотреть на результаты И здесь тоже в аннотации сказано, что он ускоряет цветение Он ускоряет плодоношение И, в общем, очень полезный препарат Он многофункциональный Вот я целую бутылку уже расходовала этого препарата Потому что у меня дом рассада еще растет Я им пользуюсь и для семян, и для рассады Вот, и новый я флакончик открывать вот не стала Но он подходит для замачивания семян Он подходит для опрыскивания и полива рассады Как стимулятор роста Он помогает рассаде приживаться Им можно опрыскивать картофельные клубни Тоже для, в момент яровизации, при проращивании, при подготовке их к посадке То есть это вот такой вот многофункциональный препарат В нем находятся гуминовые кислоты, гуматкалии, кремниевые соли Кремний очень полезный и необходимый элемент для растений Который повышает их жизненные силы И вот видите, вот результат, как говорится, на лицо Наша роза расцвела на три недели раньше, чем у нее сказано в инструкции Так, теперь еще о чем я хочу сказать Вот розочка у нас такая розовенькая Расцвела, не белая И, наверное, это заслуга еще одного препарата Я в одном из роликов показывала Показывала, как мы подкармливаем эту розочку Вот таким вот удобрением Ава И оно улучшает окраску цветов Это я убедилась на примере своих фиалочек Вот, если бы у нас просто при обычной Лампе дневного света Вот на какой мы и досвечиваем эту розочку Если бы мы вот так ее выращивали А краска, если даже розовая и появилась бы То она была бы наверняка очень-очень бледненькая А вот это вот удобрение Ава Оно, наверное, поспособствовало тому, что Эта розочка все-таки у нас имеет такой достаточно интенсивный розовый цвет Ну, в общем, я люблю экспериментировать Пробовать различные препараты на своих растениях Они у меня такие тут подопытные кролики, можно сказать Вот, но, видите, все достаточно неплохо получается Теперь, какое следующее действие нужно сделать вот с этой розой? В общем-то, мы ей все обеспечиваем Полив, свечивание, тепло и подкормочки Все у нее есть Что следующее нужно сделать с этой розой? Вот рекомендуют ее прищипывать И очень многие спрашивают, как это правильно делать И в какой момент это делать Ну, прищипывание вот таких растений, которые должны куститься Это не только розы, это, скажем, мимолюсы какие-нибудь Там вербены, бальзамины Вот такие растения Нужно, когда у них образовалось уже несколько настоящих листочков И, в общем, общая такая рекомендация Это 5-7 сантиметров, когда они достигнут высоты Вот вы видите, что наши розочки уже вполне себе достигли такого возраста Когда их можно прищипнуть Но, что я хочу сказать Вот прищипывают как? Жалеют свою растенницу И прям самую-самую только головочку у нее выщипывают Вот посмотрите вот на эту растенницу У него бутончик здесь еще не распустился То есть вот у нас и одна, и вторая розочка с бутоном Это закономерность уже какая-то, да Что вот наши препараты действуют Если бы одна у нас только такая выскочка оказалась Что вот она зацвела, а у нас обе зацвели Вот То есть прищипывают как? Вот раз, прищипнули Вот так вот, да Это неправильно, дорогие друзья Вот если вы так сделаете У вас боковые побеги пойдут из пазух верхних вот здесь вот листочков И они будут слабенькие Вот эти вот боковые побеги пойдут отсюда и будут слабенькие Нам нужно, чтобы у нас кустик ветвился с самого-самого низа Что для этого надо сделать? Надо как можно короче этот обрезать кустик, да Эта растенница Вот жалко, конечно, бывает вырос такой хорошенький, достаточно крепенький И вот мы его вот так вот сейчас раз Вот мы его не прищипнули А это уже настоящая, можно сказать, обрезка для розы, да И вот здесь вот этот цветочек Вот мы его сейчас и удалим Вот можно было до этого листочка удалить А я даже еще вот больше удалю Вот так вот Вот мы его срезали Я его сейчас в рюмочку поставлю Еще полюбуюсь на него немножко На такой первый На такой желанный Что у нас уже вот результат такой Дальше, как у нас будет развиваться вот эта розочка Как у нас пойдут боковые побеги Насколько быстро это все будет происходить Мы, может быть, сделаем даже еще один видеоролик Но вот даже пока не пошли вот эти боковые побеги Эта обрезка очень положительно скажется на развитие этой розы Что она дает? Вот сейчас, когда у растения был вот этот вот бутончик И вот этот цветок Куда все питательные вещества шли? Вот в этот цветок И когда ростовая почка была вот тоже Куда? Вот растение гнало вверх эти все питательные вещества Сейчас эту ростовую почку мы удалили То есть точки роста нет А питательные вещества корешки все равно получают из почвы И будут они откладываться в тканях уже нашего растения То есть в стебелечке он будет утолщаться у нас А дальше будут набухать уже почечки Будут развиваться почки в пазухах листьев И вот через какое-то время у нас должны будут появиться боковые побеги То есть наша растение цепь не будет вытягиваться И оно будет крепнуть И будет таким хорошим толстеньким Вот дорогие друзья Вот такие нужно процедуры сделать С теми растениями, которые вы выращиваете с семян Я повторю, это и вербена требует прищипки Бегони, бальзамины и еще некоторые другие растения То есть вот не жалейте Не самую макушечку прищипывайте А все-таки убирайте, скажем, еще два листа Которые привыкают к этой точке роста И тогда вот у вас будет правильная прищипка Ну и вот если вам понравился результат Который у нас получился Что наша розочка так быстро зацвела Применяйте препараты По тому опыту Как вот у нас получилось все замечательно И у вас может быть тоже все так ускорено и получится Вот наблюдаем за нашей розой